Всем привет! С вами инженер Электрик и Кимов Игорь. Как максимально быстро зачистить изоляцию с провода или кабеля. Лучше всего для этого подходят автоматические стриперы. Сегодня будем рассматривать профессиональный стрипер от компании КВТ 11 модели. Они работают как автоматический съемник изоляции, как кабелерез и как обжимник клемм для автомобиля. Хотя как обжимник, я его использовать не рекомендую. Чуть позже покажу почему. Ссылка на эти клещи есть в описании. Если вас интересуют инструменты и приборы для электромонтажа, то подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Данный стрипер 11 модели. Начиная с этой модели начинается новое поколение стриперов от КВТ. Все стриперы от 11 до 18 модели приблизительно одинаковы, но отличаются дополнительными функциями. Например, в этой модели используется матрица для сжимки клемм автомобилей. Это наиболее распространенная модель, поэтому стоимость ее, как правило, минимальная. И не стоит доплачивать дополнительные деньги за стриперы других модификаций. Исключение, это 19 модель, которая может надрезать внешнюю изоляцию круглого кабеля. Такой бы стрипер я бы себе докупил. Я рекомендую покупать стриперы от КВТ, начиная с 11 модели. Как съемник изоляции данный стрипер похож на съемники изоляции других фирм. На один такой китайский стрипер я делал видеообзор. Ссылку также оставлю в описании. У этого стрипера используются не просто вставки в съемники изоляции, а губки изготовлены из легированной стали целиком. Этим винтом регулируется усилие, с которым удерживается изоляция при съеме. И я достаточно сильно его затянул, чтоб можно было зачищать большинство проводов. Но если у вас не хватает усилия, чтоб снять изоляцию или наоборот повреждается токопроводящая жила, то этот винт нужно регулировать. При этом регулировка мало зависит от какого сечения у вас провода, а больше зависит от толщины и жесткости изоляции. Есть такой упор проводов, чтоб можно было зачищать провод на определенную длину. Этим винтом этот упор можно зажать. Лично я обычно этим упором не пользуюсь. Также хочу отметить удобные прорезиненные ручки, что исключает выскальзывание инструмента из рук. И также есть отверстия для удаления изоляции проводов после зачистки. Не нужно каждый раз переворачивать клещи, чтоб обрезки изоляции из механизма удалить. Далеко не во всех стриперов такое отверстие есть. Стрипер поставляется в такой упаковке. Тут можете почитать возможности и характеристики стрипера. Упаковку после покупки можно выбросить, так как практической пользы от нее нет. Давайте посмотрим как работает стрипер на практике. Главная его функция это съемник изоляции. Провода с мягкой изоляцией он зачищает легко. Вот пример кабеля ШВВП 2 на единице. Вставляем кабель, зачищаем. Вставляем обе жилы кабеля, зачищаем. Несколько секунд и провод полностью зачищен. Также легко зачищаются одиночные многожильные провода. Вот у меня провод ПВ3 сечением 10 мм квадратных. Давайте его зачистим. Как видите, стрипер провод сечением 10 мм квадратных зачистил легко. Также мы можем зачистить провод ПВС. Этот провод 2 на единицу. Вот обрезаем, зачищаем и зачищаем внутренние жилы. Как видите, тоже несколько секунд и ПВС зачищен. Кто пробовал зачистить провод ПВС ножом, знает, что это непростое занятие. Мы также этим стрипером можем зачистить телефонный кабель КСПВ. Вот обрезаем, зачищаем. Даже в тонком проводе жилы не повредились. Также зачищаем обе жилы сразу. Вот у нас провод КСПВ зачищен. А как насчет кабелей, которые применяются в электромонтаже типа ВВГНГ. Вот у меня пример кабеля три на полтора толстой изоляции. Давайте его зачистим. Вставляем. Снимаем внешнюю изоляцию. Теперь вставляем три жилы сразу. Зачищаем. Как видите, также несколько секунд и кабель полностью зачищен. А теперь давайте возьмем ГОСТовский кабель три на два с половиной и его зачистим. Вставляем. Вот зачистили внешнюю изоляцию. Вставляем сразу три провода. Зачищаем. Как видите, кабель три на два с половиной. Стрипер зачистил легко. Давайте зачистим более сложный кабель. Это уже кабель три на четыре. Вставляем. Как видите, внешнюю изоляцию он снял. Пробуем снять внутреннюю изоляцию. С трудом, но он эту изоляцию тоже снял. Как видите, тут три зачищены кабеля. Три на полтора, три на два с половиной и три на четыре. Данный стрипер с ними справился. А вот с кабелями три на шесть посложнее. Данный кабель три на шесть в механизм просто не помещается. Так как у него очень толстая изоляция. Некоторые кабели три на шесть вмещаются в этот механизм и данный стрипер зачищает эти кабели с первого или со второго раза. Все зависит от жесткости изоляции. То есть, если вы собираетесь монтировать кабель на объекте, то лучше проверить, как зачищается кабель прямо на рынке, перед его покупкой. И это касается не только данного стрипера, но и других стриперов, которыми вы будете пользоваться. За свою практику я повидал много разных проводов и кабелей. И жесткость, и толщина изоляции у них разная. Вам могут предложить на рынке кабели с очень жесткой изоляцией. И когда изоляция проводов буквально приклеена к внешней изоляции, тогда не только автоматическим съемником изоляции, но и ножом такой кабель зачистить проблематично. Иногда удобнее зачищать провода ножом с пяткой, если сечение кабеля большое. Если вы встречались с трудностями при работе автоматическим стрипером, то напишите об этом в комментариях. И также напишите, как эту проблему преодолели. По-любому данный стрипер работает на порядок лучше, чем те стриперы, которые можно купить за стоимость в районе 1000 рублей. Так как данный стрипер профессиональный. Удобно, что тут есть кабелерез для проводов. Режет он провода хорошо. Отрезал, зачистил, подключил провод. А тут находится матрица для обжимки проводов. Главная причина, почему я не рекомендую ей пользоваться. Так как зажим слишком узкий. Порядка трех миллиметров. Да и конструкция клещей не позволяет делать такое усилие, как это делают профессиональные обжимные клещи с храповым механизмом. Ширина губок в 3 миллиметра недостаточно для хорошей опрессовки. Применяйте именно профессиональные клещи для таких разъемов. Я доволен, что у меня появился такой инструмент. Он хорош для профессионального электромонтажа, ремонта бытовой техники и удлинителей для зачистки проводов в автомобиле. Это тот инструмент, который должен быть у каждого профессионального электрика, так как он облегчает электромонтаж и экономит время. По этой же причине он может быть полезен домашнему мастеру, который обслуживает электрику у себя в доме сам. Пригодится он и мастеру, который чинит электропроводку в автомобилях. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Ссылку, где заказывал стрипер, я оставлю в описании. Расскажите, каким автоматическим стрипером вы пользуетесь сейчас и насколько он вам нравится. Также расскажите, что вы думаете о данном стрипере. Поделитесь видео с теми, кому интересен профессиональный электромонтажный инструмент. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтоб не пропустить новые видео. Жмите лайк и до встречи в новых и старых роликах.